Большое спасибо, что вы пришли на встречу со мной. Меня зовут Гай Кавасаки. Я из Калифорнии, из Силиконовой Долины. Живу недалеко от города Сан-Франциско. И я не знаю, сколько вы слышали по моей биографии. Я вам объясню, кто я есть. Я работал в компании Apple с 1993 по 1997 год. Я был евангелистом программного обеспечения Apple. И моя работа была, знаете, убеждать людей, чтобы разрабатывать программы для Macintosh. Но также я после этого создавал компанию и вечерную фирму по вечернему инвестированию. Потом вернулся в Apple как главный евангелист. Apple уже в 1995 году. Потом я вновь ушел из Apple и уже создал дополнительное количество программных компаний. А сегодня я являюсь главным евангелистом компании в Австралии, которая называется Canva. Это компания, которая занимается онлайновой графикой. И я вхожу в совет попечителей в Wikimedia. Это организация, которая управляет работой в Википедии. И, наконец, я еще и посол бренд, посол Mercedes-Benz. То есть вот такие три у меня ипостаси. В своей карьере я связан был со многими стартапами. И также я был связан со многими стартапами и компаниями, занимающимися венчурными инвестициями и крупными корпорациями. И поэтому вот эта презентация, которая перед вами сегодня показывается, это все, что я могу вам рассказать о том, что я знаю о том, как создавать компанию. И я надеюсь, что это знание вы сможете взять и воспользоваться с точки зрения того, как я пережил начало, знаете, великих компаний, которые меняют мир. И вот почему я здесь. Я бы хотел, знаете, воспользоваться такой форматом, топ-10. Я всегда пользуюсь именно таким форматом, потому что мне нравится делиться с аудиторией возможности и отслеживать, как я двигаюсь во своей презентации. Поэтому у меня сегодня 10 таких ключевых пунктов, на которые я буду обращать ваше внимание. То есть я из Силиконовой долины, и там тысячи и тысячи стартапов в Силиконовой долине. И, конечно, не все из них преуспеют. Некоторые из них преуспеют просто невероятно. И в этой презентации я хотел бы поделиться с вами именно американским взглядом из Силиконовой долины, что требуется для того, чтобы создать успешную компанию. И я не хотел бы, чтобы у вас возникало впечатление, что это какая-то универсальная истина. Я даже не хотел бы, чтобы впечатление у вас было, что только так можно заниматься бизнесом. Это один из способов вести бизнес и создавать. И я надеюсь, что вы сможете взять то, что я пережил, и воспользоваться этим ради своего собственного блага. Но, опять же, это не единственный способ. Один из способов. И существует много способов достижения успеха. Понимаете? Итак, я, во-первых, хочу показать мою самую любимую фотографию, которую когда-либо в России я делал, потому что я уже несколько раз посещал Россию. И, очевидным образом, это на территории Кремля. И когда я это увидел, и решил сфотографироваться на этом фоне, я пришел к очень мощному такому откровению, что вы, россияне, у вас большие, огромные яйца ядра. Это меня сильно впечатлило. Но это вот в прошлой была поездка, конечно, я великолепно провел время, поэтому давайте я вернусь теперь к презентации. Ну, и первое, что я бы хотел дать вам понять, что великие компании создаются, потому что основатели их задают себе очень простой вопрос. Если смотреть и снаружи, внутрь, возникает такая тенденция думать, что стартапы и компании в Силиконовой долине, они ставят перед собой очень сложные, комплексные вопросы, вопросы о будущем, о видении будущего, о том мегатрендах, которые струмируются в мире. Если смотреть снаружи, внутрь, да, может быть, это так и выглядит. Но мой опыт указывает, что великие компании начинаются с очень простого вопроса. И вот три простых вопроса. Первый вопрос. И, следовательно, что? Дальше, что из этого следует? И под этим я подразумеваю, что если вы предприниматель, если вы бизнесмен, и у вас есть понимание того, как будет развиваться мир, вы можете взять это понимание, это видение и обратиться к себе с вопросом. И, следовательно, какая в этих условиях компания преуспеет? Ну, например, если вернуться на 10 лет назад, предприниматели могли тогда сказать, ну что ж, мы видим в будущем мир, где у всех будет смартфон. И эти смартфоны, на них будут установлены качественные камеры. И эти смартфоны с камерами, они будут подсоединяться к быстрой сети. И если воспользоваться этими тремя предсказаниями и спросить себя, и что из этого последует, можно прийти к выводу, что имеет смысл начинать создавать социальную сеть или бизнес по обмену фотоснимка. Минута такого рода бизнес, допустим, как YouTube, Flickr, Snapchat, Instagram, все создавались на основе очень простого вопроса. Если допустить, что будут смартфоны с камерами, с доступом к интернету, и что из этого следует, тогда имеет смысл создавать такую кампанию. Это первый простой вопрос. Второй простой вопрос. Ну, не интересно ли это? Правда? И в этом случае, как все работает, ваши разработчики, ученые, ваши инженера, вот вы играете с технологией, и, может быть, у вас имеется какая-то конкретная цель. И вы создаете некую программу, создаете некий химический элемент, алгоритм. И вот, боже мой, собственно, результат, который вы получаете, не тот, который вы планировали. Но, тем не менее, что-то очень интересное из этого получается, абсолютно неожиданное и интересное. И это включает в ваше интеллектуальное любопытство, и вы создаете кампанию, вы создаете продукт на основе этого результата. И пример, который часто приводится в Америке, это 3М. 3М – это кампания, производящая промышленные и индустриальные продукты. Например, клеящие вещества. И цель каждого клеящего вещества – это приклеиваться сильно и мощно, поэтому требуется максимальное схватывание. Но несколько десятилетий назад ученые в компании 3М, они проводили эксперимент. И этот эксперимент в результате дал клей, который был очень слабым. Он не очень склеивался, и можно было его наносить на бумагу, и при этом бумага не приклеивалась. Но можно было бумажку снимать, и не оставалось никакого следа от клея. И они задали себе вопрос, ну, не интересно ли это, правда? И это было генезисом – созданием наклеек «Постед Пэтс». Это непреднамеренный результат. Это было абсолютно противоположное того, что они хотели, потому что они стремились получить очень сильный клей, а у них получился очень слабый. И третий простой вопрос такой – а есть ли другой способ, лучший способ? Ну, представьте, допустим, себе, что вы Стив Джобс, или что Стив Возняк, и вы у себя в гараже, в местечке Купертино, в котором находится шаб-квартира Apple, и вы решили воспользоваться компьютером. Но для того, чтобы воспользоваться компьютером в середине 1970-х годов, необходимо, прежде всего, обучиться в большом университете, или же получить работу в большой компании, или же работать на какое-то государственное учреждение. Стив и Воз задали себе очень простой вопрос – а есть ли другой, лучший способ? Есть ли другой, лучший способ пользоваться компьютерами? Почему компьютеры не меньше размером? Почему они недоступнее, недешевле? Почему ими невозможно пользоваться как-то по-другому, легче? И это и явилось созданием Apple. И мой первый урок для вас, как предпринимателей, бизнесменов, как лидеров этого пространства, сводится к тому, чтобы вы задавали себе очень простые вопросы. И что из этого следует? Интересно, неправда? И есть ли другой, лучший способ? И второй шаг в предпринимательстве – это то, что я называю MVVP в английском. А сколько из вас слышали концепции MVP? Эрик Рис, Шатарфи в области Лина, минимум, минимальный же неспособный продукт. Из этого мы пытаемся сказать, что вместо того, чтобы работать годы и годы, кладя на то, чтобы произвести какой-то идеальный продукт, необходимо произвести прототип, что-то очень быстрое, что является собой тот минимальный набор, который жизнеспособен. Потому что, если можно такого рода создать, уже получаешь много информации и отклика, и понимаешь, насколько люди готовы пользоваться своим продуктом, нежели чем ждать годы и годы, создавая какой-то идеал, производишь тот минимум, который необходим, дабы открыть доступ на рынок. И это является собой сокращение MVVP. И я здесь предлагаю добавить еще две буквы V, не только жизнеспособной, но и еще и представляющей ценность. И причина, по которой я считаю, необходимо добавлять еще и ценность к концепции копий, потому что можно, конечно, создать жизнеспособную компанию, жизнеспособный сервис или продукт, который зарабатывает деньги. Но насколько это ценно, меняет ли это мир вокруг, превращает ли это жизнь людей в нечто лучшее? Это более высокий стандарт, к которому необходимо стремиться не просто попытке зарабатывать деньги, но именно улучшить мир вокруг себя. И второе V, которое я хотел бы, чтобы вы добавили, это обоснование. Насколько такого рода продукт, сервис или компания подтверждает, обосновывает именно ваше понимание и видение мира и подвергает проверке ваше утверждение. Поэтому я рекомендую вам, нежели чем просто, производить жизнеспособный продукт, делать продукт жизнеспособным, представляющим ценность и подтверждающим ваши ценности и качества. Это более трудный тест, но он важнее. Именно минимально жизнеспособный, представляющий ценность и подтверждающий качество продукта. Третий шаг – это начать двигаться, действовать. У Стива Джобсона была такая поговорка, что настоящий день, настоящий предприниматель, он действует, он выдает результат, он не провожает изучать, тестировать, он выдает результат. И некоторые есть концепции. Концепция первая, выдавать результат – это быть готовым, желающим и готовым принять, что вы сделаете что-то, что будет одиозное. Одиозное означает, что вы попробуете оценить то, что вы сделаете и скажете себе, «О, Боже мой, мы произвели какое-то дерьмо, о чем мы вообще думаем?» Я, например, смотрю на Macintosh 121K, как модель, и я просто сжимаюсь, знаете, от померзения. Потому что первым Macintosh был 126 кбит рэма, то есть активной памяти. Нам тогда казалось, что это просто был океан памяти. Там был 400 кбит диска на новом приводе Floppy Drive. Нам казалось, что это было гигантское количество. Мы тогда работали над проектом создания одноместного диска. Его мощность всего-навсего по емкости памяти была 5 мегабит всего лишь навсего. Мы сидели и задавали другую вопросу, «Ну, а что же люди будут, потребители, делать с таким огромным количеством памяти?» 5 мегабит. Ну, и благодаря моим усилиям, как и английским программам обеспечения, никакого программного обеспечения тогда не было. Поэтому я вспоминаю тот первый наш Macintosh, монохромный, экран 9 дюймовый, никакого обеспечения внутри, очень маленький дисковод, очень медленная сеть. И я просто сжимаюсь, мне стыдно. Но что я понял, так это то, что по определению, если можно обернуться в памяти и сжаться от невосприятия, это означает, что вы еще живы, поскольку мертвые компании не переживают такого. Только живые организмы, живые компании ощущают это. И поэтому я хочу сказать, что если вы не чувствуете отторжения, скажем так, от того, что вы сделали, то уже поздно, потому что вы должны ощущать это. Второй момент относительно создания результата — это найти дополняющих друг друга единомышленников. И тут есть ключевые составляющие. Дополняющие друг друга означает, что ваши способности и возможности его, или ваши возможности, ее способности, или его, не являются одинаковыми. И стартап, именно сильной компанией требуются люди, которые дополняют друг друга, а не повторяют друг друга. С фундаментальной точки зрения, в режиме стартапа есть только две функции. Кому-то необходимо что-то произвести, а кому-то необходимо что-то продать, а все остальное — дерьмо. Произвести и продать. Стиву Джобсу удавалось это продавать. Стив возняк мог это произвести, и вам необходим был кто-то, и требуется вам, чтобы кто-то вас дополняет. Нет, не надо, чтобы все были инженами, разработчиками, не надо, чтобы все были продавцами, потому что если вы все продавцы, тогда нету человека, который что-то может произвести. Если вы все разработчики, то нет никого, кто мог бы это продать. Вам требуется и тот, и другой. А вам также требуется быть душа в душу. А я имею в виду, подойдите на то, что вы двигаетесь в унисон. Это не то, что кто-то хотел создать эту компанию для того, чтобы было чем заниматься в свободное время, а другому надо было чем-то занять себя полностью. Кому-то необходимо быстро потом избавиться, продать эту компанию, а кому-то хотелось бы всю жизнь оставшуюся работать в этой компании. Надо, чтобы все относились одинаково и воспринимали эту перспективу, относились к ней, имели одинаковые цели для этой компании. Вот что я имею в виду под дополнением друг друга и быть единомышленниками. Третий момент, касающийся стартапа, так это придумать некие слова, некую мантру. А мантра — это буквально два или три слова, или какое-то выражение, объясняющее, почему вообще ваша компания возникла. Два, три слова — этого достаточно, поскольку не надо, чтобы 50-60 слов, которые вы сливаете, знаете, заявление о миссии, потому что никто не в состоянии запомнить 50-60 слов. Требуется мантра, требуется слоган, который объясняет ваше существование. Google существует ради двух слов — демократия информации. Apple существует ва двум словам — производительность, креативность и творчество. Canva — компания, на которой работаю, мы в бизнесе занимаемся ради двух слов — демократия дизайна. Поэтому я бы хотел вам рекомендовать, именно размышляя о своих компаниях, о своем продукте, о своем сервисе, и именно выходя, так сказать, в мир, постараться придумать два-три слова, которые объясняют ваше существование, с тем, чтобы ваши сотрудники понимали, ваши клиенты именно так понимали, ваши партнеры это так понимали, чтобы корреспонденты понимали, чтобы социальные сети понимали, почему вы есть. Четвертый момент. Четвертый. Вы должны определить для себя бизнес-модель, поскольку в итоге вы должны ведь зарабатывать деньги, именно зарабатывание денег будет позволять вам выживать. И тут есть три ключевых момента, касающиеся определения бизнес-модели. Первый заключается в том, что хорошая бизнес-модель, она чрезвычайно специфична и конкретна. Это не то, что, как в «Силиконовой Аталине» мы говорим, знаете, размахивать руками в воздухе и таким образом что-то такое пытаться создавать. Это конкретный человек в конкретном функциональной ситуации, в конкретной компании. Вы же не пытаетесь добиться, так сказать, доли в один процент большого рынка. Если вы занимаетесь программой разработкой, то недостаточно сказать, что вы являетесь компанией-разработчиком ПО. Вы должны сказать, что мы, да, компания, которая разрабатывает ПО, но которая специализируется в биотехнологиях. И, конкретно говоря, специализируется в функции исследования и тестирования медицинских препаратов или же по административному организации набора пациентов и исследовательской программы и мониторинга их прогресса. Человек, который покупает наши программы, отвечает за экспериментальную составляющую в разработке лекарственных препаратов в биотехнологической компании. Должна быть очень конкретная. И такая модель, значит, представьте, допустим, какой-то конкретного человека, конкретное лицо, и представьте себе, что вот этот конкретный человек, вот у нее мои деньги находятся в кармане. И моя работа сводится к тому, чтобы изъять из ее кармана деньги, которые мне принадлежат, и вложить их в мой кошелек. Вот как конкретно все должно звучать. И следующее. Не позволяйте усложнениям возникать, чтобы все было просто, потому что, конечно же, люди склонны создавать такие комплексные, сложные бизнес-модели. А я утверждаю, что чем больше времени вы тратите на объяснение своей бизнес-модели, тем меньше вероятность достижения вами успеха. В идеале вы что-то производите за доллар, а продаете за пять. Вот, собственно, такая нужна бизнес-модель. Чтобы она была простой. Поскольку настолько трудно добиваться инновационных решений и производить великий продукт или сервис, и если вам уготовано такого рода произвести великий сервис или продукт, а потом уже на его основе создать новую бизнес-модель, это слишком трудно. Потому что тяжело добиваться инновационности в каком-то продукте или сервисе, или бизнес-модели, и уж слишком тяжело добиваться инновационности и в том и другом. необходимо больше внимания являть либо продукты, либо сервисы. И третий момент, когда у вас рождается какая-то мысль, идея об организации бизнеса или бизнес-модели, или о каком-то продукте или сервисе, вы должны только лишь обращаться за мнением об этом к женщинам. Не тратьте время на поиск реакции стороны мужчин. Я объясню, почему. Как минимум в Америке, как мне кажется, мужчины обладают фундаментальным недостатком в своем ДНК. И фундаментальный этот недостаток вводится к тому, что мужчины обожают сводить все на нет. Нам нравится, знаете, уничтожать друг друга, уничтожать растения, уничтожать животных. Нам нравится уничтожать Майкрософт, уничтожать Гугл, уничтожать такие компании, как Токси Кэм, какие-то гостиничные сетевые... Для мужчины, если какую-то идею пытаешься им обрессовать, и они видят некий способ уничтожить ее, то мужчин просто отдается этому, потому что это в нашем ДНК. В положенном случае у женщин такого вот генетического недостатка не существует. И поэтому я вам говорю, когда у вас возникает некая идея, то обращайтесь за оценкой ее к женщинам. Что они думают о ней? Не тратьте время на мужчин. Спрашивайте женщин. И пятое. Пятое — это некий такой шить-коврик. В английском это звучит как мат с двумя «т». Мне нравится играть в хоккей. И, наверное, это, безусловно, многие из вас тоже оценивают. И мне удается, знаете, играть с негодом россиянами там у меня, где я живу. Одно из удовольствий, которое черпишь из хоккей, — это то, что выходишь на лед, и после Замбони по нему прокатился, и его разгладил. Никаких снежинок, никаких желобков, никаких царапин. Просто вот такая прекрасная пленка. Да. И то же самое, когда на коньках. Если вы первый взобрались на лыжи, катались, когда первый взбираешься на гору, никаких могулов, никаких кочек. Это прекрасное ощущение, когда ты первый вступил на лед. И создание компании, оно также сравнимо с такими ощущениями. Потому что если вы уже существующая компания, давайте будем честны. Да, может быть, у вас такой абсолютно дерьмовый продукт, который вы уже устали производить. У вас эта дерьмовая архитектура, которую вы жалеете вообще, что вы с этим связались. Или вот эта вот дерьмовая мебель, которую вы жалеете, что купили. Этот дерьмовый офис, который вы никогда не хотели взять в аренду. Эти дерьмовые сотрудники, которые вы жалеете, что наняли. Вот что происходит в существующем бизнесе. Все бывает очень тяжело, но в новом бизнесе этот белый лист или белый лист льда, можно так сказать. Не тронутый. И в такого рода ситуации очень заразительно, что называется, увлечься вопросами, которые поверхностны, не важны. Потому что когда перед вами гладкая пелена льда, что все доставляет удовольствие. Все привлекательно. Ну, что ж, давайте поработаем над нашим логотипом. Давайте-ка потратим время на создание интернет-сайта. Давайте купим мебель. Давайте найдем какой-нибудь крутой офис. Или давайте повара наймем, чтобы он нам готовил обеды, чтобы мы производительные работы. Так, а какая у нас должна быть карпатитная культура? А, слушайте, это так увлекательно. Это так все весело. Но это настолько поверхностно. И поэтому, Мэтт, это значит настроиться на правильный мотив. Что самое важное? Это этапы. Это рубежи. Рубеж или этап, это нечто, что позволяет вам обратиться к своему подруге, супруге, родителям и сказать им, сегодня мы добились вот этого-то. Сегодня мы отгрузили первую партию. Сегодня мы продали нашу первую продукцию. Вот это рубеж или этап. Этап или рубеж, это не то, что сегодня мы смогли заказать себе логотип. Какой это этап. Поэтому необходимо внимание обращать на то, чтобы завершить именно проект, отгрузить проданную первую партию. Вот это настолько важно, и по этой причине можно связаться с родителями, подружкой, другом и поделиться с ним этим. Второе. Необходимо проверять предположения. Тестируйте предположения, которые вы встроили в свою бизнес-модель. Ну, вы же исходите из того, допускаете, что да, 1% допустим всего китайского населения будет пользоваться вашим продуктом. Вы исходите из того, что ваши продавцы смогут 50 визитов делать в день и продавать что-то. Или вы исходите из того, что ваше партнерство позволит вам приблизиться к вашим потребителям, клиентам. Вы исходите из того, что компания Apple разместит ваш продукт в App Store. Вам необходимо это как-то проверить. И третье. Необходимо все тестировать, проверять. А именно проверять означает раскрывать, давать доступ к своему интернет-сайту. И даже хотя ваш веб-разработчик говорит вам, что он или она четко контролирует, и все, знаете, по последнему слову. И ваш сайт именно в Хосте, почему на Амазоне, и вот это вот фантастические, знаете, индикаторы результативности измеряются. Не важно, это ничего, пока вы не протестируете себя. И четвертое. Непосредственно эти задачи и испытания, которые позволяют вам осознанно проводить тестирование и дают вам возможность понять, насколько вы были правы в своих предположениях. И, наконец, дают вам возможность достичь поставленного рубежа, результата, этапа. Поэтому, по такому порядку, когда начинаете кампанию, это этапы, это предположения, это испытания своих предположений и определения задач. Шестое. Шестое. Вам необходимо, конечно же, преуспеть как стартап или как предприниматель. И в этом смысле вы должны иметь возможность поведать свою историю, рассказать о себе. И вот в Силиконовой долине, я не знаю, как я спросил, но в Силиконовой долине, на такого рода сцене, предприниматель за предпринимателем выходят и, по сути говоря, произносят одно и то же. У нас ожидается патентирование, у нас резкая кривая взлета, у нас изменение парадигмы, у нас революционные инновации. Это первый так говорит, второй предприниматель так говорит, третий, четвертый, каждый последующий произносит одни и те же слова. И каждый предприниматель верит в то, что, сказав это, они произнесли нечто, что аудитория никогда не слышала. Но суть заключается в том, что все говорят одно и то же. Если, конечно же, большинство предприниматель не выходило бы на такого рода сцену и изрекало бы, у нас дурные сотрудники, они тупые и ленивые, у нас ужасная архитектура, которая невозможна масштабировать, наш пользовательский интерфейс дерьмовый и в нем полно всяких шучков, тогда это будет отлично. Но все, тем не менее, продолжают говорить одно и то же, поэтому первый шаг применять то, что я называю обратный тест. И то, как работает этот обратный тест, задумайтесь о своих конкурентах. Они говорят нечто, что отличается от того, что говорите вы. Потому что если вы утверждаете, что у вас все безопасно, масштабируемо и легко в использовании, они говорят, что у них все безопасно, масштабируемо и легко в использовании, никто, получается, ничего замечательного не говорит. Спросите себя, а говорите ли вы что-то, что отличается от того, что говорят ваши конкурентки. Второй шаг – сделать это лично. И мне кажется, вы поймете, что очень трудно пройти непосредственно через тест обратного утверждения. Поэтому я рекомендую, вместо того, чтобы заявлять эти утверждения, знаете, патентная защита, резкая кривая взлета, инновации, масштабируемые, просто держите свой фасон, вместо того, чтобы это утверждать, сделайте все это неким таким личным призывом. Объясните, почему вы решили создать этот бизнес. И я приведу такие вот примеры из Силикона Дарееве. Пьер Омадяр, основатель компании eBay, рассказывает о том, что начало eBay было результатом того, что его подружка коллекционировала игрушки. И, будучи коллекционерами игрушки, ей требовалось продавать свои коллекции в онлайне. А она не могла, собственно, никак добиться этого, и поэтому он решил, что для нее он создаст eBay. Вот, собственно, история возникновения. И, кстати говоря, так, чтобы вы знали, это абсолютная чепуха. Она, собственно, уже явилась следствием самого факта. Но это звучит приятно. Представьте себе, если Пьер Омадяр говорил бы людям, ну что ж, у нас ожидается патентная защита, кривая взлез, изменение парадигмы, масштабируемость бизнеса, и таким образом предельные сдержки и предельные спросы пересекаются, и у нас возникает идеальная рыночная цена. Где спрос и предложение пересекаются? Вот она, наша точка взлеза. eBay никогда бы надлился успеха, потому что требуется история. И что касается Apple... Зачем работать два парня в гараже, которые думают о том, что зачем работать в крупной компании, давайте мы построим компьютер, который будут использовать все и все мы. Вы рассказываете историю, личностную и личную историю. Следующий момент. Для того, чтобы преуспеть в качестве предпринимателя, необходимо делать пич, рекламную подачу, инвестиционную подачу. Объясните о том, что ваша компания с помощью кино, это или PowerPoint, необходимо соответствовать вот этим требованиям, которые предъявляются к всем инноваторам, ко всем компаниям. Это подача перед инвесторами. И я объясню вам правило 10-20-30 от Гая Кавасаки. Правило 10-20-30, это означает оптимальное количество слайдов презентации 10. 10. Необходимо эти 10 слайдов выдать за 20 минут. Да, возможно, у вас встреча будет на протяжении одного часа, но она не начнется вовремя. Люди уйдут пораньше, и ваша цель здесь должна быть в том, чтобы выдать вашу презентацию за 20 минут. И, наконец, для того, чтобы ваши слайды были более наглядными, используйте крупный шрифт. Я думаю, что самый мелкий шрифт, который должен быть вашего текста на PowerPoint, это 30. Хорошее правило, это кто самый пожилой человек в вашей аудитории, слушатели, делите его или ее возраст на два. Если вы выступаете перед аудиторией 60-летних, получается шрифт 30. Если 50, то 25. И да поможет вам Бог, когда-нибудь вы будете выступать перед 16-летними инвесторами. Вот в тот день используйте шрифт 8, 8 кегль. Но до этого на дня 10 слайдов, 20 минут и шрифт 30 кегль. Номер 7. Номер 7. Это моя рекомендация. Нанимайте людей, которые заражены вашими идеями, людей, которые любят то, что вы делаете. Большинство рекомендаций по найму персонала говорят о том, что нужно обращать внимание на два момента. Первое – это опыт соискателя, и второе – его или ее образование. Я хотел бы… Простите, я хотел бы сейчас добавить еще один, третий компонент, а именно, есть ли у соискателя любовь к тому, что вы делаете, страстность к этому делу. Вот то, что не актуально в этой ситуации, то, что у человека может быть, знаете, идеальное образование или идеальный опыт для вашей работы. Однако, вы сразу же видите, что этот человек, но не любит ваше предприятие, вашу идею. Я могу даже высказать кейс, что такой кандидат, неважно, если у человека подходящие навыки, образование и опыт. Но обратная сторона тоже верна. Давайте предположим, что вы познакомились с каким-то кандидатом на должность вашей компании, и этот человек обожает то, что вы делаете. И вы можете увидеть, что этот человек просто фанатик того, что вы делаете, ваши идеи. Этот человек – ваш последователь, он верит, это евангелист вашего бизнеса, человек, который видит, что ваш продукт сделает мир лучше. Но при этом у этого человека нет образования, подходящего или нет соответствующего опыта работы. И вот в этом втором случае я бы сказал, что здесь не имеет значения то, что у человека нет опыта работы и образования. Нужно взять этого человека все равно, потому что такой человек понимает, к чему вы движетесь. Этот человек понимает, что вы хотите создать. Кстати, вот этот второй кандидат – это описание самого себя, потому что когда я получил свою работу в Apple впервые, тогда у меня было образование в области психологии, потому что в Стэнфорде это было самое легкое факультет для поступления, поэтому я стал психологом. Я до этого занимался ювелирным бизнесом, совершенно не техническим, у меня не было никакого опыта в хай-тек-компаниях до этого. И поэтому так по бумаге я был, наверное, самым худшим кандидатом для Apple. Вот человек, который учился психологии, никакого опыта в мире высоких технологий, но то, что помогло мне преуспеть, это было то, что я просто обожал Макинтош. И когда я увидел Мак впервые, как будто небо разверллось и ангелы начали петь у меня над головой, как будто это было видение небесное, это был абсолютно религиозный момент. И когда я впервые увидел Мак Райт и Мак Пейнт в мире, где доминировали там 24 строки на 80 шрифтов, только тексты, и вдруг я увижу компьютер Мак, как он рисует и как можно печатать, для меня это было просто какой-то момент волшебства. И второе, всегда нужно брать людей, которые лучше, чем вы сами. Если вы инженер, к примеру, необходимо брать на работу людей, которые лучше в вас разбираются в финансах, в операционной деятельности. В маркетинге, в продажах. И всегда необходимо брать людей более высокого качества и умения. И мы говорим так, что игроки класса А нанимают других игроков класса А. Я скажу так, что было бы еще лучше, если бы игроки класса А нанимали игроков класса А+. Если вы игрок класса А, то вы хороший специалист. Вот тогда вы будете нанимать тех, кто лучше вас, потому что это будет вашим источником гордости за общее дело. У вас будет достаточно уверенности в себе, достаточно осознанности, чтобы нанимать людей, которые лучше, чем вы. Игроки класса Б пониже нанимают игроков класса С, которые еще ниже их, а игроки класса С нанимают игроков класса Д, а те, которые Д, нанимают уже игроков класса Е. И вот так ниже и ниже мы опускаемся к посредственности. Вот что я понял, работая в МАК, что нужно нанимать людей, которые лучше вас. Те, кто работал на Стива Джобса, лучше выполняли свою работу, чем если бы ее выполнял сам Стив Джобс. Третья мысль. Применяйте то, что я называю тест в торговом центре. Как действует тест в торговом центре? Вот, например, вы в каком-то молле в торговом центре, и вы видите человека, который проходит собеседование в вашей компании. Расстояние отсюда, наверное, вот до, примерно, камеры. Итак, и до оператора. Я вижу оператора, я вижу этого человека на таком расстоянии. Я знаю, что этот человек хочет работать в моей компании, проходит собеседование. У меня может быть несколько реакций. Я могу сразу же побежать к этому человеку и сказать, здравствуйте, как вас зовут? Вы проходите собеседование в нашей компании, мы меняем мир. Вы должны стать частью нашей команды. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Одна реакция. Другая реакция. Когда я говорю себе, увидев этого человека, ой, если я встречусь с этим человеком, случайно где-то пересекусь, мы столкнемся в коридоре, я скажу привет, добрый день. Третья реакция, когда вы ее увидели. Звоню в Uber, да, увезите меня в другой торговый центр. Моя теория такая. Когда вы видите человека, будущего сотрудника, если первая ваша реакция не заключается в том, что вас тянет к нему или к ней, то не нужно брать этого человека на работу, особенно в стартапах, потому что стартап – это семья. Это дисфункциональная семья, правда, но, тем не менее, это семья. И надеюсь, что когда вы узнаете члена семьи, то вы хотите сразу же подойти к нему или к ней и сказать, добрый день. Вам не хочется вот случайно столкнуться с этим человеком, или вы не хотите сразу же прыгнуть в машину и уехать куда-то, чтобы не видеться с этим человеком. Это тест торговый центр. Номер восемь. Номер восемь. Самое лучшее, что когда-либо происходило для стартапа – это социальные сети. Социальные сети – это божий подарок предпринимателям, потому что социальные сети – это средство маркетинга, быстрое, бесплатное и повсеместное. И лучше просто не бывает. Когда я основывал компанию, то нам необходимо покупать рекламу в журнале «Уолл-стрит». Нам необходимо было отправляться в «Контекс» или «СиЭс» и покупать там выпивку или летать в Лас-Вегас, останавливаться в отеле, чтобы рекламировать себя, знакомиться с людьми один на один. Необходимо было везти их в ресторан на ужин. А теперь есть «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», и «Пинтерест», и «Ватсап», и «Снэпчат». И все, весь этот цифровой мир, прекрасный новый мир. Когда я был евангелистом «Макинтош», то нам нужно было лететь на самолете на встречу с какими-то людьми, и у них был факс, я помню, если это было продвинутые клиенты. А сейчас есть «Скайп», «Блуджинс», «Гугл Хэнгаутс». Да что-нибудь в таком роде. Это совершенно дивный новый мир. Социальные сети. Необходимо быть в социуме. Итак, социальные сети. Пожалуйста, поверьте мне. Это то, что я обожаю. Необходимо совершенствовать свой профиль в социальной сети. Будь это бренд или личный, там есть два главных компонента. Первая — ваша аватарка, и вторая — ваше фото. Ваше аватар — это особенный, конкретный человек. Простите, не человек, я оговорился, а цель. И цель аватарки — убедить людей в том, что вы приятные, в том, что вам можно доверять, и что вы компетентные. Не то, что вы заинтересованы, что вы приятны, что вы надежны и компетентны. Вот в аватар должен быть просто ваше лицо. Не ваше лицо, знаете, на серферной доске, или вы на лыжах, или вы на своем BMW, или вы вместе с женой, или с мужем рядом стоите, или с вашей собакой, или с кошечкой на руках. Нет, ваше лицо, и все. А вот общее фоновое фото — это там, где вы убеждаете людей, что вы интересная личность. Вот там вы рассказываете историю того, чем вы занимаетесь. Итак, аватар — надежный, компетентный, приятный человек, и общее фоновое фото — это ваша история. Поэтому будем работать над своим профилем. Номер два. Шаг номер два. Это использовать модель «Википедию», как я ее называю. Итак, «Википедия» — примерно 300 тысяч редакторов по всему миру, которые постоянно дополняют базу знаний Википедии. И время от времени мы проводим некую кампанию. И кампания — это в том, что есть такой баннер, который появляется на страничке Википедии. И на баннере написано «Пожалуйста, пожертвуйте». И, кстати, «Википедия» собирает 80-85 миллионов долларов в год, просто прося людей сделать пожертвования. Почему эта модель работает? Она работает, потому что «Википедия» предоставляет большую ценность социума. И людям нравится эта ценность. Людям нравится, что «Википедия» курирует вот всю эту базу данных в обычном доступе. И когда людей просят помочь сделать ответное действие, то нормально, потому что «Википедия» первый сделала шаг. Я хочу, чтобы вы использовали эту модель для своей сферы, применительно к социальным сетям. Чтобы вы не размещали в социальных сетях какие-то публикации, спросите себя, да, улучшаем ли мы жизнь людей этой публикации, предоставляем ли мы ценную информацию или аналитические данные, возможно, какой-то развлекательный контент, потому что если вы таким образом передаете ценность социума, тогда вы зарабатываете право просить в обмен что-то от этого социума. «Википедия» просит людей пожертвовать деньги на свою деятельность. Вы можете просить их «попробуйте мой продукт» или «поделитесь информацией о продукте». Но это право нужно заслужить, когда вы делаете шаг вперед и платите сначала. Вы даете людям ценность. Третье замечание это то, что я называю проверкой на шеринг. Что такое? Это каждый раз, когда вы размещаете что-то в социальной сети. Спросите себя, уникально ли это, полезно ли это, красиво ли это, развлекает ли это людей, что не только мои фолловеры полюбят эту публикацию, но она им понравится достаточно, чтобы расширить ее среди своих фолловеров, поделиться. Если использовать ресторан как аналогию, мы идем в ресторан, мы можем официанту или официантке оставить чаевые. Это что? Это небольшой секрет. Это между вами и официантом, ваше личное отношение. Но представьте себе разницу между вот этими чаевыми, которые мы даем официанту, и ситуация, когда вы на следующий день приходите в офис и говорите людям, что теперь вы должны пойти в этот ресторан, делая так. Вы рискуете своей репутацией. Если вы идете в офис и говорите всем, вы должны отправиться в этот ресторан, они отправились, попробовали, и это отстой, вот тогда вы погубили свою репутацию, как ресторан на выкрителе. Это тест на социальные сети. Размещаете ли вы такой контент, настолько хороший, что люди, рискуя своей репутацией, будут размещать это у себя на страничке, на своей стене. Это тест. Три ключа к тому, как овладеть социальными сетями. Итак, социальные сети, как я сказал, это самое лучшее, что может произойти в мире предпринимательства. Мы с вами живем в прекрасное время. С точки зрения предпринимательства, потому что стоимость ведения бизнеса сейчас гораздо легче. Инструментарии, это открытые источники, open source, доступные всем. Команды могут быть виртуальными, нам нужно меньше недвижимости, где мы можем размещать все это. Маркетинг стал дешевле и бесплатным, благодаря социальным сетям. Прекрасное время для предпринимателя, и будем использовать его на полную катушку. Номер девять. Это американский эфемизм. Сеять облако означает, что необходимо делать продажи. Каким образом нам делать продажи? Моя рекомендация здесь, когда я общаюсь с предпринимательским сообществом, заключается в том, что вы должны это знать. Продажи чинят все. Продажи исцеляют все. Пожалуйста, запишите. Это наиболее важный совет, который я могу дать. Потому что, пока у нас есть продажи, которые исправляют все, у нас есть денежный поток. Когда у нас есть денежный поток, мы все еще в игре. Если у нас есть продажи, тогда венчурный капиталист оставит вас в покое, потому что у них еще 9 других клиентов, компаний, которые у них есть в портфеле, там, где нет продаж, они будут думать о других 9, и оставят вас в покое, потому что они понимают, что у вас есть денежный поток. Если есть денежный поток и продажи, все довольны. И если есть такой постоянный теоретический аргумент, он звучит примерно так, чтобы преуспеть, что нам нужно, пассионарность или нам нужны продажи. Большинство людей говорят, но если вы очень пассионарны в отношении своего бизнеса, тогда у вас автоматом будут продажи, ведь вы верите в свой продукт, вы любите то, что делаете, и продажи последуют неизменно. Я могу также доказать, что если у вас есть продажи, вот вы начнете пассионарно относиться к тому, что вы делаете, со страстью. Но в теории, давайте предположим, я не знаю, например, вы делаете корм для собак, и вам все равно, вам плевать на собак, они вас не интересуют, но вот получилось так, что вы начинаете компанию в России, основываете, которая онлайн продает этот корм, и к вашему потрясающему удивлению, люди подписываются, и они банка за банкой, мешок за мешком, покупают этот корм для собак, собачьих. И вот 10, 20, 30 миллионов долларов, обороты, в месяц пошли. Вы полюбите, вы станете таким собачником, вы сами от себя этого не ожидали. Вы полюбите и собак, вы будете обо всем трубить, вы будете говорить, вы мир делаете лучше, потому что владельцы собак теперь могут получить корм быстрее, дешевле, более высокого качества. Вы будете жить, дышать этим бизнесом. Продажи меняют все. Продажи исправляют все. Я украл это от председателя Мао. Председатель Мао говорил, пусть расцветают сотни цветов в Китае. Не знаю, как это можно реализовать в жизни, но это уже другая тема для разговора. Что я имею в виду, говоря это? Когда мы основываем компанию, новый продукт или услуг, мы не можем гордиться тем, кто покупает продукт, и что они будут с этим продуктом делать. Ну, например, мы основываем компанию, и вот люди начинают покупать ваш продукт, а вы никогда их не рассматривали как клиентов. Они используют его не так, как вы думали. Многие предприниматели с ума сходят. Боже, ну как же так? Какие-то люди странные покупают мой продукт. Не та аудитория, используют не так, как мы думали. У нас в бизнес-плане это не расписано. Что-то не так, нужно что-то менять. Аудитория не целевает. Дайте я вам совет прямо сейчас. Если это происходит, возьмите деньги. Возьмите деньги у этих людей. Вот что касается Apple. Мы в Apple думали, у нас была таблица электронной базы данных, и у нас были компьютеры для Macintosh. У нас это было в 80-е годы. Так, и позвольте мне вот что сказать. Мы там как-то не понимали. Люди не использовали Macintosh для того, чтобы для баз данных, для процессинга, или для таблиц. Вот и все. А, там 0.3. Но был цветок вот такой, который расцвел, как сказал председатель Мау. Он назывался публикацией, настольной публикацией. И все пейджмейкеры, Adobe PageMaker, все программы позволили людям создавать новостные рассылки, журналы, книги, газеты онлайн. Вот такая публикация. И это был тот цветок, который расцвел в бизнесе, благодаря Mac'у. Мы думали, что они будут заниматься процессингом, базами данных и еще чем-то. А оказалось, что люди стали использовать это для паблишинга. Вот такой цветок. Без этого, без этого, не было бы сегодня компании Apple. Она бы умерла. Apple просто умерла бы. Представьте себе, мир без компании Apple сегодня. Я думаю, что мы все до сих пор ходили бы с какими-то странными телефонами. У нас был бы телефон, где батарейка жила бы до трех часов. Где GPS невозможно было бы пользоваться. Это был бы совершенно другой мир. Я верю в Бога по одной причине. Одна из причин в том, что Бог дал компании Apple вот этот бизнес для публикации, чтобы спасти компанию от поражения. И существование Бога — это единственное объяснение, которое я знаю, почему компания Apple выжила и живет сегодня. Пусть расцветают сотни цветов. Давайте не будем самонадеянными. Дальше тест-драйвы. Вот когда вы говорите людям, «Я очень умный, да и вы станете моими клиентами, загружайте мой софт, пробуйте, работайте, идите в эти места, используйте наши программы». Я думаю, что вы умны, вы сами поймете, как этим пользоваться. Не нужно за людей все решать. Следующая мысль — найти людей влияния, влиятельных людей. Это то, что мы называем в Америке доизм тех людей, которые дуют, то есть делают. Конечно, нам нужны влиятельные люди. Но, как вы думаете, найду я таких людей, которые оказывают влияние? Я прошу вас переосмыслить понятие влиятельного человека. И в старом, прежнем мире, то есть до социальных сетей, мир представлял собой пирамиду, у вершины которой, по крайней мере, в Соединенных Штатах, было издание «Нью-Йорк Таймс» и журнал «Уолл-Стрит». И вот вы читаете «Нью-Йорк Таймс», и вы читаете «Уолл-Стрит Джоналл». Если они говорят, что нужно использовать таблицу, базу данных и процессинг, компьютер для паблишинга, принтер, телефон, вы все это делаете. Потому что они были экспертами, и они говорили всем остальным, массам внизу, широким, что нужно делать. Я могу доказать, что мир теперь представляет собой обратную пирамиду. То есть теперь «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-Стрит Джоналл», все они сообщают о том, что является успехом, вместо того, чтобы всем диктовать, что такое успех. И поэтому, кто сегодня является агентом влияния, скажем так? Агент влияния — это тот человек, о котором вы не слышали. Вы не можете даже идентифицировать, вы не можете найти этого человека где-то, там, на страницах «Уолл-Стрит». Кто эти люди? Это очень непонятно, сложно. Это Трикси, Биф, это какой-то мальчик на AOL.com. Это человек, которого мы даже не можем определить, профиль построить, но у него 15 друзей, у тех другие 15 друзей. И эти люди, благодаря социальным сетям, они дают успех вашему продукту. Я не говорю, конечно, что нужно игнорировать «Нью-Йорк Таймс» или «Уолл-Стрит Джоналл», если вы сможете сделать так, чтобы они вас написали «Аллилуйя», берите это сразу. Но при этом те, кто оказывают влияние, это совершенно другая порода людей сегодня. У них они не видны, они не на виду, и продукты должны быть настолько удобными в использовании, удобными для конвертации, чтобы те люди, о которых вы никогда не слышали, стали бы вашими евангелистами. Находите таких людей, которые оказывают влияние на других. Десятое. Не позвольте глупцам, идиотам всяким, вас вергать в депрессию. Будут люди, которые будут говорить, что это невозможно, у тебя не получится, это не нужно делать, зачем ты взялся, в этом нет необходимости. Это происходит постоянно. Вы знаете, с Макинтошем, например, когда мы объявили о создании Макинтоша, многие сказали нам, лучше сделали бы более дешевый, быстрый, лучший, там, Apple Cube. Люди хотели вот это. Когда Apple создали Apple Store, то эксперты сказали, что Apple Store не будет иметь успеха, потому что люди не будут покупать, там, компьютеры в торговых центрах. Они покупают обувь, они покупают платье, парфюм в торговых центрах, ювелирку, они не покупают компьютеры в торговых центрах. Вы что, с ума сошли? Ну, снова и снова. Люди говорили нам о том, что это не сработает. Оно в принципе не может сработать, ваше магазин Apple. Я считаю, что есть два типа глупцов, я называю их БОЗО, такие вот глупцы. В мире вот такие вот глупцы. Первый тип глупцов. Это лузеры. Неудачники. Как правило, они неудачники. Это человек, который ездит на вшивой машине, который носит какие-нибудь японские часы, от них пахнет. Знаете, вот такой абсолютный никудышный лузер. Это не самый опасный глупец, потому что вы смотрите на человека и говорите, вот это да, ты реально лузер, и ты выглядишь как таковой неудачник. Кто будет общаться с неудачником? Другой неудачник. Потому что если вы не неудачник, и вот такой клоун, неудачник, такой БОЗО, он не опасен для вас, вы его сразу распознаете. А вот опасный глупец и болван какой-нибудь, это тот, который выглядит как победитель. Вот такой, как победитель, он одевается в черные дорогие костюмы. Вот такой вот простофиле глупец. У него очень много всяких игрушек, которые заканчиваются на, начинаются на Ай, там, деньги, Ламборгини, Мазерати, другие Ати, Феррари, и что-то еще. Ауди пойдет, Ауди пойдет. Но и Мерседес, Мерседес не заканчивается на Ати или на Ай, но тоже пойдет. Итак, опасность здесь заключается в том, что со многими этими вещами вот вы успешны в чем-то одном. Вы богатые или знаменитые. Люди предполагают, раз вы богатые и знаменитые, значит, вы умные автоматически, и они просят у вас совета. Но богатые и знаменитые, ну вот на одной кривой, это не значит, что вы автоматически умные в другой ситуации или в других обстоятельствах. Поэтому нужно осторожно относиться к болванам, у которых много денег. Если богатые, знаменитые, автоматически умные, тогда нам нужно слушать, я не знаю, Ким Кардашьян, например, который будет рассказывать нам о том, как строить семью счастливую. Но вы не будете к ней прислушиваться по этой теме. И поэтому мне нужно сделать вам прививку от таких вот болванов, глупых идиотов. Это как грипп. Как мы боремся с гриппом? Мы немножечко делаем прививку, прививку от гриппа, немножечко вируса, чтобы когда мы столкнемся с вирусом во всей его силе, у нас уже была резистентность. То же самое и с интеллектуальными болванами. Поэтому я хочу сейчас сделать такую прививочку для каждого из вас. Я думаю, что есть мировой рынок всего для пяти компьютеров. Томас Уотсон, председатель IBM, в 1943 году говорит, он говорит, что мировой рынок будет только для пяти компьютеров. У меня дома пять макинтошев сейчас в моем доме. Другими словами, я все мировые компьютеры сам выкупил, по его мнению. Только в моем доме сегодня пять компьютеров. Представьте себе, что если вы были Стивом и в 1943 году, и вы познакомились с Томасом Уотсоном, и говорите ему, мистер Уотсон, скажите, у нас другое видение, мы хотим Apple построить, компьютеры, компьютеры должны быть дешевые, легкие, красивые. Что вы думаете об этом, господин Уотсон? А господин Уотсон говорит вам, да, но вы понимаете, дети, есть, ребят, есть только пять крупных компаний в мире, которым нужны компьютеры. По одному компьютерной компании. Мировой рынок всего пять штук, пять компьютеров. Так что вы используете печатную машинку. Вот в этом телефоне, следующая цитата, слишком много кнопок, чтобы рассматривать ее как средство коммуникации. Это устройство заведомо не представляет для нас никакого интереса. Вестерн Юнион. Они сбросили со счетов телефонии в 1876 году. И в Вестерн Юнион сказали, что телефон не будет иметь успеха. Много недостатка. Вестерн Юнион, они говорили, они должны были сегодня PayPal или Square или биткоином. Они должны превратиться в другую какую-то компанию вот из этого ряда. Но очень трудно, когда ты перейти из телеграфа к интернету сразу, если вы не исключите стадию телефонии. Может быть, стратегическое направление для Вестерн Юнион в 1876 году было так. Давайте мы обучим американцев морзянке. Коду Морзе. Насколько это сложно? Давайте сделаем так, чтобы все в Америке учились коду Морзе. Вот тогда в каждом доме будет по телеграфу. И вот тогда у нас будут вот этот телеграф, и будут всякие провода везде, и мы все эти провода будем на тележках размещать. У нас будут мобильные телеграфики, такие в каждом доме. Будущие коммуникации. Мобильный телеграф на тележке с проводами и с конями. Но нет никакой причины, по которой люди захотели бы иметь дома персональный компьютер. Кен Олсен, потрясающий инноватор-предприниматель, но он был настолько успешен, вот он не мог принять идею личного, персонального компьютера. Представьте себе, если бы Стив или Возняк встретились бы с Олсеном и сказали ему ту же самую историю. Мы думаем, что компьютер должен быть маленький, дешевый, удобный в использовании. И Кен Олсен сказал бы им, наверное, ну, знаете, ну зачем людям персональный компьютер? Да никто не захочет себе персональный компьютер, если вы хотите да, что там, баланс сводить. Люди едут в офис и там сводят баланс, используют Куйкин, например. У них есть такой настольный компьютер, зачем какой-то другой? И, конечно, ситуация реализовалась совершенно по-другому. Это моя личная история, мои глупости. Вот она. Глупости и идиотизма. Итак, примерно 21 год тому назад, или 30 лет назад, я уже не помню точно, много, много лет тому назад, я уже забыл, когда, ну, 21 год назад, на самом деле, мне позвонил Майкл Морритц из компании Sequoia. Sequoia лучшая венчурная компания. Он говорит, слушай, какие-то ребята основали новую компанию, Гай, ты хотел бы там собеседоваться на гендиректора этой компании? Поэтому я узнал, что за компания, я узнал, где она была. Мы с женой жили тогда в Сан-Франциско, и у нас был один ребенок, ему было два года, там, затем, второй сын был бета-версии, то есть жена была беременной. Я говорю Майклу Морритцу, слушай, Майк, я вот смотрю на эту компанию, которую ты сказал, она слишком далеко, и на машине ехать до нее далеко, час ехать в каждом направлении, в одну сторону, ну, это в Москве как пять километров, да, проехать. Я им говорю, слушай, Майкл, ну, ехать далеко на работу, час. Я смотрю, чем занималась компания, говорю, Майк, ты знаешь, я просто не вижу, ну, как можно из этого сделать бизнес, какая-то ерунда. И я затем отказался от этой возможности собеседоваться на позицию гендиректора, первый гендиректор это компания. И перед тем, как я скажу вам название компании, я сейчас скажу, предположим, что я согласился на интервью, я пошел на собеседование, да, предположим, что я не был таким идиотом, каким я был, и я пошел собеседоваться. И вот я пошел туда, получил бы эту работу, потому что, я получил бы, потому что венчурный капиталист, который звонит, там, говорит, слушай, мы хотим тебя собеседовать на гендиректора, они уже приняли решение, Они не будут, знаете, по всему миру искать сотни кандидатов. Вот у нас есть гай. Я получил бы по-любому эту работу. Сколько бы я заработал в этой компании, дорогие друзья? Я думаю, примерно 5% от капитала компании. Почему так много, вы скажете? Ну, потому что я был бы первым взрослым в этой компании, там остальные были подростки. А теперь нужно знать, что это была за компания. Сегодня у компании дела, честно говоря, не очень хорошо, но это был 1995 год. Я был бы первым генеральным директором компании Yahoo. А почему вы хлопаете, друзья мои? Это не смешно даже. Ну что же, я объясню, как могла бы для меня сложиться ситуация. Я получаю 5% от капитала Yahoo. Затем инвестируете это на 4 года. Ну, не сразу все 5%, потому что, ну, не сразу 5%, конечно, не дадут. Ну, это такой бонус или опционы, которые распределены во времени. Итак, предположим, что я соглашаюсь. Кстати, как работает инвестирование? Как правило, это цикл 4 лет. Я работаю там 2 года, например, и тогда зарабатываю 2,5% от стоимости компании. И вот совет директоров, и они принимают решение. Гай Кавасаки нам больше не нужен. Мы не хотим, чтобы он двигал Yahoo на следующий уровень. И в этот момент они подумали бы, да, им нужен был такой гендиректор, который мог был с Рупертом Мердоком вести переговоры, с Диллардом, с медиамагнатами из Нью-Йорка или откуда-то еще. И вот меня бы уволили, наверняка, на вот этом совете директоров. Я не знаю, как работает в России трудовое законодательство, но в Америке вот что произошло бы. Вот совет, правление, и они говорят, Гай, дружище, мы тебя увольняем, ты не тот, кто нам нужен, мы не можем с тобой идти дальше в этой компании. И я бы им сказал, так, парни, слушайте, я американец японского происхождения, видите, посмотрите на меня. А это, а это уже меньшинство национальное, этническое. Значит, значит, вы меня уволить не можете просто так. Это называется расовая дискриминация. Это называется, это неправильное увольнение сотрудника, незаконное. Значит, если вы меня сегодня уволите, то завтра утром будет судебный иск уже на вашем столе. И тогда включайте телевизор сразу же, потому что прямо в эфире, в прямом эфире, перед зданием компании Yahoo будет CNN и Showtime, и 50 каналов, и 50 старых древних японцев и японок, которые будут протестовать с флагами стоять и с табличками. И тогда, после этого, когда мы с вами отправимся в зал суда, я и моя юридическая команда, мы будем там плакаться и говорить, что вот это яркий пример дискриминации против бедного японца, который в Америке живет. Затем мы вернемся к Второй мировой войне. А во время Второй мировой войны в Америке, во время Второй мировой войны, когда Америка воевала, то немцы, японцы, итальянцы, коалиция. И тогда в Америке, надо сказать, что единственная группа людей, которая подверглась и выселилась из домов, их реально в концлагерь поместили тогда. Это были японцы, этнические. Более-менее американское правительство оставило в покое американцев немецкого и итальянского происхождения, но почему-то японцев американского происхождения нас выселяли из домов тогда, лишали магазинов, бизнеса, и в эти концлагеря временного пребывания. Итак, а пункт номер два, что в конце Второй мировой войны, какая страна сбросила не одно, а две ядерных бомбы на другую страну? Правильно, это была Америка. Она сбросила их на Японию. Пункт номер три. Пункт номер три. А теперь вы меня увольняете. И это яркое свидетельство дискриминации. И они бы сказали, да, все, все, успокойся, извини, что нужно, чтобы ты спокойно и тихо ушел, не хлопнув дверью. И я бы скажу им, знаете что, друзья мои, у вас в бюджете есть 5% от Яхо, от капитала. Я уже получил 2,5%. Давайте мне еще 2% и разбежимся спокойно и без проблем. Я подпишу там соглашение о неразглашении, о неконкуренции, о ничем угодно. Только дайте мне еще 2,5%. Хорошо, скажут они. Я думаю, что они бы так и поступили. А теперь, на пике в валуации стоимости компании Яхо оценивалось в 200 миллиардов долларов. 5% от 200 миллиардов, получается 10 миллиардов. Ну, я понимаю, конечно, что для российской аудитории, где вы все олигархи тут сидите, 10 миллиардов это полная ерунда, копейки. Но для остального мира, включая меня самого, я скажу вам вот что, что 10 миллиардов здесь, там 10 миллиардов, и это серьезные деньги уже у тебя в кошельке. И так что я думаю об этой моей глупости с 95-го года. Меня спать не дает по ночам, потому что, когда ты совершаешь вот такую ошибку такой величины, ты начинаешь уже вот абсциссивно себя вести. И я пришел к следующему выводу. Ради своей жены, ради своих четырех детей, я все-таки выбрал свою семью, я дал предпочтение семье, а не деньгам. Вот, где нужно хлопать. Дамы и господа. Я все-таки скажу, что ради любви своей жены и благополучия своей семьи я не взял эту работу, и это объясняет, почему 5 миллиардов, да? Ну, 5 миллиардов я упустил. И от всего сердца скажу вам, что вот вторые 5 миллиардов, которые меня раздражают до сегодняшнего дня, я не могу спать спокойно. Ну, как сказать, раздражают, но потом мне как-нибудь переведут. Выводят из себя. Потому что это говорит о том, что я тоже был дурак-дураком. Потому что я думал, что интернет, это было просто то, что сводится к Макинтошу. И модемные кабели. Я не понимал, что это новая кривая. Я думал, что это часть кривой персональных компьютеров. Я не мог смириться с тем фактом, что компания Yahoo тогда была слишком уже высоко и далеко. Я думал, что это просто какой-то директорий один из. Я не думал, что это станут Yahoo-магазины, и Yahoo-ответ, и Flickr, и затем Yahoo-мейл, и все, что Yahoo потом разработали на пике могущества, потому что я тогда был уже успешным на предыдущей кривой. А это были персональные компьютеры. И это идиотизм в наивысшем его проявлении. Я говорю вам все эти истории для того, чтобы когда вы столкнетесь с кем-то, кто скажет, что ваша идея не обречена на неудачу, не может преуспеть. Это не нужно. Пожалуйста, помните эти истории. Потому что председатель IBM сказал, пять компьютеров в миру нужно, не больше. Вестерньюнин сказали, телефоны не нужны. Кен Олдсон сказал, да никому не нужны персональные компьютеры в доме. Гай Кавасаки сказал, что Yahoo слишком далеко ехать до них на работу. Это все большие и крупные ошибки. Поэтому теперь я дал вам эту прививочку. Теперь у вас немножко гриппа в организме для того, чтобы бороться с серьезным гриппом, с серьезным идиотизмом. И самое важное, я надеюсь, конечно, когда кто-то говорит вам, что вы терпите неудачу, вам нужно преуспеть. Не все так просто, не все так просто. Но, конечно, конечно, если вы позволите кому-то сказать, что ничего не получится, это не нужно, и вы будете слушать и не попробовать, и вы так и не узнаете, могли ли вы преуспеть или нет. А это самый худший сценарий. Не позвольте идиотам лишить вас вашей судьбы. И сейчас на 30 секунд хочу объяснить, чем я занимаюсь на нормальной работе. Я работаю в компании, которая называется Canva, штаб-квартира из Сиднии, Австралия. Возможно, кто-то из вас уже использует Canva для создания графических образов. Это локализованный ИСАИ, в том числе и на русском языке. Есть русскоязычная версия Canva. Это способ создания прекрасных графических образов. Пожалуйста, зайдите. Пожалуйста, посмотрите на canva.com. Это классный способ увеличить влияние вашей презентации, ее презентабельность, ваших блогов, ваших веб-сайтов, любого контента. Это Canva. Ну, у нас есть еще и промо-код специально для вас. Есть определенные точки. Там, например, доллар, для того, чтобы использовать какие-то шаблонные фотографии. Но пройдя по этой ссылке, вы получаете подарок от меня. Это подарочный сертификат на 10 долларов. Бесплатные фото. И еще ниже, там есть еще одно предложение от моих друзей от Синергии. Это 30-процентная скидка на все продукты Школы Бизнеса Синергия. Поэтому после... Вот этот коммерческий такой подарок, это как Википедия. Я дал вам бесплатный контент на час. А вот это мой баннер, рекламный баннер. Я прошу вас, возможно, попробовать Canva.com и работать со Школой Бизнеса Синергия. И последняя история, самая последняя. И история такая. В США в 19-м столетии был такой бизнес по созданию льда. Этот человек... Вот люди в Соединенных Штатах, они отправлялись на замерзшие реки, пруды и вырезали куски льда. И затем на тележке их возили куда-то. Вот на 9 миллиардов такой бизнес был. Через 30 лет. Если был бизнес, люди замораживают воду. И человек доставляет блоки льда вам домой и куда-то еще на ферму, это уже гораздо лучше, чем нужно вырезать лед, потому что не нужно в холодное время куда-то ехать. У вас есть завод в Гонолулу или в Гуа, или в Рио-де-Жанейро, не важно где. В Дубае вы лед там производите, льдогенераторы. Проходит еще 30 лет. И вот теперь есть бизнес холодильного оборудования. Теперь нет уже такого человека, который вам на траках доставляет лед. У вас есть личная фабрика, это ваш холодильник, рефрижератор. Я рассказываю эту историю, потому что это вопрос кривой. Лучший предприниматель переходит на следующую кривую или создает следующую кривую. Плохой предприниматель остается на кривой и умирает на ней. Конечно, те, кто сначала вырезали лед, они не стали фабриками, фабрики не стали холодильниками, они не были инновационными, они себя определяли с точки зрения существующего продукта и процесса. Если вы себя определяете как человека, который вырезает куски льда из озера, вы не будете переходить к фабрике. Если вы определяете себя как вот у нас здание, мы там воду замораживаем центрально, мы доставляем блоки льда траками, вот тогда вы не будете думать о себе как компания, которая производит холодильное оборудование, кодек, поварует, и вы думаете, что мы химические компоненты продаем для проявления пленки и так далее. Затем ты проявляешь фотографию, ты не будешь себя воспринимать как цифровая фотография и бизнес. Если вы таксисты, вы определяете себя, вот мы покупаем машины, мы нанимаем сотрудников, у нас есть диспетчерская, затем звонки, мне нужно такси, мы высылаем такси, тогда вы не сможете принять идею Убера. и таким образом компания, если вы хотите преуспеть, вам необходимо определять себя, рассматривать себя или создавать следующую кривую и самое важное сообщение всего, о чем я говорю. И это искусство старта 2.0. Спасибо большое, дамы и господа. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое.